Сегодня мы задались задачей сохранить арбузы и дыни до нового года. Мы выбрали три способа. Посмотрим, какой способ подействует. Сначала. Димка, Дима, я там такое видела. Где это там? Ну на ютубе. И я, я тоже видел. Так мы же вместе смотрели. Ну и что вы видели? Как на Новый год арбузы кушать. Да как-как. Идешь в магазин и покупаешь. Вот и все. Да нет же. Они не во всех магазинах продаются на Новый год. Тем более стоят очень дорого. Да, Степа, с тобой не поспоришь. А там на видео их будут хранить до Нового года. Я так понимаю, вы тоже хотите арбузы на Новый год? Ну конечно хотим. Что может быть вкуснее арбузика на Новый год? Значит так. Давайте думать, где лучше всего хранятся продукты. Где-где? В животе? Пиги-пиги. Как раз таки в животе они хранятся меньше всего. А может в холодильнике? О, Степка. Это уже больше похоже на правду. Значит один арбуз мы отправим в холодильник. А можно еще дыню? Что дыню? Можно? Мы еще дыню тоже заморозим на Новый год. Степа, это отличная идея. Дыню мы тоже заморозим. Я выбрал арбуза и дыню для заморозки. Нужно их выбирать без повреждений. Так, чтобы они были целые. У арбуза должен быть четкий рисунок полосок. У дыни должен быть глубокий желтый цвет. Без каких-либо зеленых пятен. Ребята, пишите в комментариях, как думаете, кто из них попадет на новогодний стол. Замороженные, засоленные или мумифицированные в глине. Ваши ответы жду в комментариях. Сначала дыню, а потом арбуз. Ну все, пока. До Нового года. А в канун Нового года посмотрим, удался наш эксперимент или нет. Ну, кто знает, как еще можно хранить продукты. Еще их можно засушить. Правильно, Степка. Но это уже получится пастила. А это не наш вариант. А можно, можно еще засолить. Правильно, Пигги. Выберем дыню и арбуз, которые нам подходят. Я думаю, это будут вот эти, ребята. Мы берем два ведерка. На дно засыпаем соли. Ложим в одно ведро дыню, а во второй арбуз. И засыпаем доверху солью, так, чтобы их не было видно. Вот и все. Отправляем в темное место. До Нового года. У нас остались еще одна дыня и арбуз. Чтобы законсервировать их до Нового года, используем вот это. А это что? Наполнитель для кошачьего туалета. Ты что, в кошачий туалет фрукты положишь? Вот только не нужно паники. Внутри тут специальная глина. Ее мы используем, чтобы изолировать арбуз и дыню от воздуха. Достаем наполнитель и высыпаем его в ведро. Добавляем немного воды и перемешиваем. И получаем глину. Именно эта глина нам и нужна. Ну это же кошачий наполнитель! Но сначала это глина, а потом уже все остальное. Обмазываем арбуз глиной. Так же поступаем и с нашей желтенькой дыней. Для прочности берем бинт и обматываем сверху. А потом наносим еще один слой. Такое покрытие сохранится целым. Переложим в ведерко арбуз и дыню. Сверху мягкая ткань. Ведерко с фруктами в глине так же отправляем в темное место. Ну что, давай уже пробовать. Как там арбузики? Пигги, а разве уже Новый год? Нет. Ну вот, сперва Нового года дождись. Ой, фу, ну и скучный ты. Я думала мы их сейчас слопаем. Сегодня мы задались задачей сохранить арбузы и дыни до Нового года. Мы выбрали три способа. Посмотрим, какой способ подействует. Сначала мы заморозили арбуз и дыню. Потом засыпали их солью. Так сказать, засолили. И в последнем способе мы покрыли их слоем глины. Кошачьего туалета. Да никакой это не кошачий туалет. Это глина. Для кошачьего туалета. Ну да, так и есть. Для кошачьего туалета. Вот ребята, которые написали, за что любят Пигги и Степана. Спасибо вам. Они тоже вас любят. А теперь загадка для тех, кто хочет попасть в следующий выпуск. Сколько штук зефирок получилось в серии об арбузном зефире? Ваши ответы пишите в комментариях. А те, кто напишут правильный ответ, попадут в следующий выпуск. Кстати, он завтра с утра. Выбери следующее видео. Или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео. Или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.